Санаторий Украины это почти 11 гектаров земли у моря. Лакомый кусочек начали потихоньку растаскивать еще в начале 2000-х. А 10 лет назад часть территорий и вовсе передали в частную собственность. Поддачи. Прокуратура решение успешно обжаловала на бумаге. Но на деле скандалы с правом собственности продолжали периодически возникать. В свое время санаторий Украина был настоящей меккой для тех, кто страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Тяжело поверить, но когда-то на месте этих руин были и столовая, и клуб, и оздоровительный комплекс. Сейчас же все земли санатория растянули по кусочкам и вполне возможно скоро вновь начнут застраивать. Общественник Игорь Елин считает, что санаторный комплекс во многом умышленно приводили в упадок, чтобы потом было легче и дешевле скупать земли. И сейчас, по его убеждению, самое время городской власти вступиться за бывшую здравницу. Мы находимся на одном из нескольких десятков участков, на которые был поделен, поделена оставшаяся сейчас санатория для индивидуальной жилой застройки, а конкретнее построение садовых домиков. На данный момент, в сентябре 16-го года Одесский городской совет восстановил право собственности территориальной громады над данными участками. Но вопрос право собственности не решен. В январе чиновники вместе с активистами уже останавливали здесь незаконную стройку. Но теперь на месте санатория могут затеять уже вполне законное строительство. Эту версию озвучил глава земельной комиссии горсовета Олег Брындак. Дескать, появилась компания, ранее выкупившая разрозненные участки. И теперь все дело за отводом земли. По его словам, фирма хочет вернуть территории статус для строительства санаторно-оздоровительных учреждений. Но общественники восстановления санатория верят с трудом. Достаточно посмотреть вокруг, что происходит у нас с Гагаринским платой, и увидите, что вся эта территория буквально напичкана многоквартирными высотными жилыми комплексами. Скорее всего, у застройщика наверняка имеются планы как раз застройки этих семи гектаров, вставшихся зеленой зоны, именно такими комплексами. Об украино-славянской компании, скупившей часть земель Украины, известно мало. Так и о ее планах. А вот схожая схема дележки, отжатия и застройки на побережье – одесситам не в новинку. Два соседних санатория – Украина и Россия – в свое время связывала то, что больные первого отдыхали на пляже второго. Гораздо позже Украину и Россию объединил лихой постсоветский Дерибан, который в итоге разрушил хобби-здравницы. А мы спустимся еще ближе к морю, к земле подороже. На этой неделе вновь разгорелся скандал вокруг стройки под санаторием «Россия». Это дело тоже тянется уже много лет. А прямо пропорционально времени росли и масштабы возводимого здания. Горсовет 11 лет назад продал с молотка два земельных участка на склонах. Сначала под оздоровительный комплекс, затем под гостиницу, а потом уже и под апартаменты. Потом было принято решение, что 14-этажное здание необходимо увеличить до 24 этажей. В связи с этим встал вопрос о том, что данных 43 соток недостаточно. И Одесским городским советом принимается решение о передаче в аренду еще 50 соток. В аренду вокруг этой территории. Но и этого застройщикам оказалось мало. Стройка не только меняла целевое назначение, но и собственников. Первые владельцы пообещали вырыть подземный тоннель, дабы машины не пересекали трассу здоровья. А следующие хозяева вроде как придерживались той же концепции. Пока на этой неделе активисты, увидев строительный проект, не забили в тревогу. Тоннеля там они не увидели. Единственным способом заезда на данную территорию является спуск от французского бульвара сюда вниз. И поскольку никаких инженерных транспортных сооружений, в частности тоннелей, проектам не предусмотрено, мы можем понимать о том, что этот громадный 24-этажный жилой комплекс с апартаментами превратится фактически, во-первых, вместо отстоя громадного количества машин, во-вторых, вместо непрерывного движения. Мы решили не строить догадок и пообщались с застройщиками напрямую. Нас заверили. Тоннель не просто будет. Он уже готов на 40%. И через него смогут проезжать не только легковые автомобили, но и фуры со стройматериалами, а также пожарные. А когда его завершат, выпрямят и искривленный участок трассы здоровья. Был произведен перенос трассы здоровья. То есть трассу здоровья отнесли от объекта, от пятна застройки. И все работы, которые по тоннелю, были выполнены внутри строительной площадки. И общественность не могла видеть, как эти работы производились. Но после окончания строительства трасса здоровья вернется на свое изначальное положение. Вопрос наличия тоннеля во многом отвлек внимание от главного секрета возводимого объекта. А законно ли строительство на одесских склонах? А тем более под ними. Но замороженная пять лет назад стройка всякий раз готовит новые вопросы. Он проснулся и звуком отбойных молотков заявил. Он все-таки будет возведен. Таким образом, Одесса избавится от еще одного недостроя. Но обзаведется очередными элитными апартаментами на берегу моря. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал Репортер.